а перед началом ролика хочу порекомендовать вам мой шорт с канал на котором я выпускаю ежедневные криптовалютные новости самые жаркие криптовалютные новости на моем шорс канале ежедневно по 24 шорса так что подписывайтесь чтобы быть в курсе новостей итак друзья не так давно вышел первый ролик про антона катина разоблачение это фонд нейтрино шутс капитал и simba storage но simba storage мы зацепили буквально чуть-чуть и я сказал что если данный ролик будет популярным то обязательно будет вторая часть где мы разберем simbo storage и в общем-то этот день настал но мы сегодня разберем не только simba storage у нас еще будет разобраны с grizzly finance в общем ролик будет скорее всего большим длинным так что наливайте чаек кофеек устраивайтесь поудобнее и погнали под прошлым роликом друзья очень много комментариев мы видим 117 комментариев это набралось буквально за выходные мой канал пока не такой большой и для меня это довольно большие цифры и это логично видим и 525 лайков и там уже в районе почти 4000 просмотров по моему набралось на не прочитал каждый комментарий поставил лайк каждому комментарию и тут действительно очень много сообщений о том что антон катин покидал людей тут вот допустим 10 тысяч еще тут 2000 какой-то проект rocks который мы сегодня не разберем но возможно когда-нибудь я до него доберусь но любом случае вы уже видите что проект rocks это тоже кидалово так что просто знайте эту информацию и этого будет достаточно в общем очень много комментариев каждый человек описал свою историю за что огромная благодарность и люди когда будут искать информацию о антоне катине они будут заходить смотреть информацию комментариях и понимать уже что это за человек тут цифры просто сумасшедшие порой летают там 14000 долларов 20 тысяч долларов и понимаете таких людей очень много 20000 долларов более 20000 долларов более 20000 долларов более 10 тысяч долларов очень большие суммы огромное вам ребят спасибо за то что вы писали эти комментарии рассказывали свои истории кстати говоря у меня под роликами вот тут вот ссылочки на бирже с 20 процентными кэшбэками торговых комиссий в реальных долларах так что если вы не зарегистрирован на каких-то из основных бирж то регистрируйтесь по моей ссылочке в описании и это просто самые выгодные ссылки на регистрацию на бирже которые вообще в принципе сможете найти также хотелось бы выразить благодарность каналу вкладер который вносит огромный вклад в разоблачение различных мошенников допустим тут мы можем набрать поиски катин и вот пожалуйста симба сторож стресс групп опасный лохотронщик антон катин и мы можем почитать довольно много информации о антоне катине и также о людях которые причастны ко всем этим кидаловым ссылочка на сайт вкладер будет в описании также также как и мои биржевые ссылки так что переходите и здесь вы можете найти информацию о очень многих мошенниках поэтому всегда полезно иметь этот сайт под рукой и так по поводу товарищей которые собственно участвуют вместе с антоном катином в его кидалове мне туда рассчитать ничего я прекрасно понимаю что сейчас не самая легкая пара в криптовалютной сфере вот поэтому обязательно он будет работать и дальше сто процентов не в этом сомнении нет это собственно дмитрий красногор дмитрий красногор довольно давно занимается скам проектами вместе с антоном катином интересно почему блин этих людей столько уже покидали до сих пор еще не садят люди почему вы не пишете коллективные заявления в полицию собрались в один чат просто явно в этом чате найдется какой-то лидер который будет готов просто все собрать и подать коллективное заявление просто берете все фамилии у каждого что-то есть какая-то информация все это собираете в кучу идете подаете заявление пишите всем всей толпой все этой тысячи человек подписывайтесь каждый к этому делу прикрепляет свою историю свои вот вот потерянные деньги сколько было какая ситуация переписки скриншоты и так далее и со всех вас наберется такое количество вот это вот доказательной базы информации что их спокойненько могут подать и в международный розыск друзья и вот ходят такие люди на свободе только потому что вам лень или вы решили забить на то что потеряли будет думаете что будете умнее в следующий раз не попадетесь нет нужно идти писать заявление коллективное собрались в чат собрали информацию пошли написали заявление в общем дмитрий красногор у нас сегодня здесь не зря погнали дальше имеется у антона катина еще такая компания как трес групп тресвис и собственно трес поти си я так понимаю что отличаются они тем что это в швейцарии а это собственно в дубае в арабских эмиратах вот он кстати говоря дмитрий красногор который является директором компании в дубае так понимаю если мы зайдем и посмотрим деятельность этой компании она направлена на анализ финансовых рынков хранения осуществления сделок с цифровыми активами контроль управление имуществом и капиталом то есть они под эту компанию так понимаю собирают инвестиции которыми управляют видимо управляют они ими абсолютно также как управляли фондом шутц он же фонд нейтрино так что сильно я это разбирать не буду друзья но вы уже большинство из вас обожглись на шутце и на нейтрино и вот пожалуйста есть еще трес и трес отиси дим си си да вот он кстати этот кидала вот он второй кидал его товарищ не доверяйте деньги вот этим компании тут и разбирать нечего желательно чтобы информация о том что эти люди полнейшие с камерой мошенники дошла и до арабских партнеров поэтому на данном ролике и на прошлом ролике имеются арабские субтитры вообще имеются субтитры не автоматически переведенные ютюбом а именно написанные мной руками субтитры и к прошлому ролику и к этому ролику и переведенные на 110 языков так что в любой точке мира люди могут ввести имя антон катин на своем языке и им вылезет либо этот ролик либо предыдущий которые эти люди смогут посмотреть с родными субтитрами довольно качественно переведенными так что можете смело кидать ссылку и так друзья вот мы добрались до самого интересного и это у нас simba storage что такое simba storage simba storage это якобы хранилище биткоинов тут наверно должна была сыграть какая-то тема там горах где-то понимаете бункеры надежные вот в которых там стоят сервера представляете да картинку голове все надежно никак туда не попасть где логика да давайте прочитаем почему simba мы разработали собственное оборудование для безопасного холодного хранения биткоинов отличающиеся простотой и удобством и поэт и при этом у них местонахождение хранилище оаэ швейцария лихтенштейн и австралия давайте я открою тайну биткоины хранятся не где-то в какой-то стране они хранятся в интернете понимаете понимаете да в интернете не хранятся а вот эти вот штучки вот тут например леджер вот это вот например элли пал это холодные кошельки которые они пишут что разработали собственное оборудование хранилище эти все штучки они всего лишь навсего предоставляют доступ к биткоином и другой криптовалюте тут можно разное разные крипты всякой разной храните и даже и нефти шки но это вот в новой версии в джер а ница все это дело в сети а эта штука всего лишь навсего дает доступ вам этим самым криптовалютам это одно и то же если у вас есть сайт да и вы обращаетесь постоянно к этому сайту с телефона вашему личному сайту да и вы вдруг утопили телефон такие беретесь за голову моему сайту кранты я его утопил это абсолютно то же самое ребят если вдруг я утоплю или потеряю вот этот вот флешку да там леджер то у меня есть 24 фразы это фразы для восстановления вашего кошелька вы просто покупаете еще одну такую штуку вводить туда 24 эти фразы и вуаля ваши биткоины снова у вас на месте потому что они не хранятся здесь это всего лишь навсего для доступа а здесь вы просто дарите антоши свои биткоины потому что второй пункт удобства один симба один bitcoin сатоши ликвидная монета симба выдается когда биткоины помещаются в хранилище когда вы отдаете антоши ваши биткоины он выдает вам взамен симба токен или давайте симба щит коин а что будет если антоша потратит все ваши биткоины и вы придете обменивать ваш один симба токен на биткоин а вам система скажет что у нас как бы нет биткоинов забирайте свои симба токены идите в общем-то далеко и надолго а почему такое может произойти ведь сверхнадежное хранилище которое находится там в горах швейцарии до подписками арабских эмиратов или я не знаю там сумки у кенгуру австралии а суть в чем если система работает таким образом что имея один симба токен вы приходите в личный кабинет и с помощью этого 1 симба токена вы обращаетесь к смарт-контракту вы отдаете этот симба токен смарт-контракт по количеству ваших симба выдает вам количество сатоши логично да все то есть все это скорее всего так устроена по смарт-контракту окей окей вот у нас есть стейбл-коин ну симба стейбл-коин это как раз тот самый который вы по идее меняете на биткоин и что мы тут видим огромное количество процентов этих симба стейбл-коинов находится на нескольких кошельках скорее всего и тут еще какого-то хрена замазался сертификат юнисва по simba usdt это интересный кстати говоря момент так вот к сути вот это вот кошельки скорее всего кошельки разработчиков то есть кошельки антоши возможно все три и просто антоша приходит логиниться в систему закидывает пачку этих стейбл-коинов смарт-контракт и смарт-контракт отдает ему все ваши биткоины потому что через сайт вы в любом случае обращаетесь всего лишь навсего к смарт-контракт то есть они у вас лежат даже не в вашем личном кабинете все эти деньги потому что у вас на на метамаске просто элементарно лежит симба токен за который смарт-контракт знает что если он его получит он должен выдать биткойна понимаете до основная это часть монеток оно то антоши антоша может прийти выложить все эти симби токены и смарт-контракт отдаст ему вообще все биткоины и ваши и чужие так далее но это всего лишь навсего предположение это просто моет так сказать поток мысли это вообще ну может быть может быть конечно где-то там написано что так не может быть но в чем то я не уверен так что давайте просто подумаем Что почему бы и нет Но на самом деле у Антоши Есть намного больше способов вас обмануть И намного проще И мы до этого обязательно дойдем Ну и собственно возможность восстановления средств С помощью процедуры проверки Вам еще нужно будет доказать Что эти деньги ваши Что вы вообще являетесь владельцем аккаунта И так далее и тому подобное При этом имея вот такую флешку Вы просто берете и вписываете 24 фразы И восстанавливаете доступ Собственно к своим деньгам Даже если у вас нет денег В данный момент на эту флешку Или возможность ее купить Вы просто качаете приложение на телефон И восстанавливаете туда Спокойненько ваши деньги Мы планируем выпуск следующих продуктов NFT с золотым покрытием Это снова же вы покупаете якобы золото Которое якобы хранится где-то А вам взамен выдают Чмошную картинку NFT-шку Которая якобы стоит столько же денег Потому что NFT выпущены ограниченным количеством Естественно таким же количеством Сколько ну там куплено золото Да Просто такой взаимообмен Вы золото Вам картинку Здравствуй фонд Пластиковые виртуальные карты Криптовалютные Напишите в комментариях Кто в курсе уже вышли или не вышли Потому что обычно Пирамидосы не доживают До выпуска реально Как каких-то физических карт Вот Но и на самом деле в наше время Не так-то и сложно выпустить Банковские карты Привязаны к криптовалюте Таких компаний огромное множество И одна из последних Таких компаний Которые я помню Это вот на Байбите Был проект Окси Тоже выпускает свои карты И в общем-то Ничего сложного в этом нет В самом-то деле Страхование биткоинов в хранилище Размещение биткоинов в хранилище Токены безопасности компании Токен компании Который растет в цене Наполняя ликвидностью По мере развития хранилищ Симбы Инвестируя в СТ Вы получаете возможность Получать прибыль От деятельности компании Как это работает? Вы регистрируетесь Проходите KYC верификацию В обязательном порядке То есть Когда вы храните биткоины По идее Вы являетесь анонимным человеком То есть Никто не знает Кто именно Владеет теми или иными биткоинами До момента Обычно вывода Денег в фиат Потому что Именно в те моменты Происходит Грубо говоря Раскрытие личности Ну естественно Это все можно сделать Анонимно Есть способы Но в целом То есть Анонимность у биткоина Все равно не полная Но она есть И можно в принципе Все сделать так Что будете полностью анонимным Здесь же Вы обязательно проходите Процедуру верификации Скидываете свой паспорт И только после этого Вы можете Отдать Антоше Свои биткоины То есть Мало того Что у вас здесь Извините за выражение Но Вы еще для этого И паспорт свой Должны будете Вот так вот показать И дать Отправка биткоинов В хранилище Проверка биткоинов На что Проверять биткоины Здесь будут На что Это плохие биткоины Они были у плохого человека Мы не возьмем Или что Или как это работает Это все Такая бредятина Если честно Просто Такая бредятина Меня прям бомбит От этого Если честно Так Ну этот токен Мы разобрали Количество биткоинов Получено Оплачено Это все Нам не интересно Есть вот такой еще Токен Называется ССТ Как он там Симба Секьюрити Токен Или как Как он правильно Рост токена 300% За год А Симба Сторидж Токен Он называется Вот он Симба Сторидж Токен 35% Скорее всего Находится в руках Разработчиков Это тоже Скорее всего Разработчиков И знаете Что мне кажется Это смарт Контракт То есть Это на смарт Контракте Скорее всего Это Смарт Контракт Который подключен К сайту Где вы Непосредственно Можете покупать Эти токены Суть в чем На Юнисвапе Токен торгуется И скорее всего Вот с этого кошелька Происходил Так сказать Так выразится Перелив ликвидности То есть Вы бабки заносили Вы токен Покупали Цена его Росла А Антоша Брал токены Естественно Которые лежат у него В кармане И дампил цену То есть Он дорого Продавал Свои токены Которые изначально Ему не стоили Ничего То есть он просто Продавал Задорого То что Он нафармил Грубо говоря Бесплатно Он создал их И естественно То есть Они были у него И давайте посмотрим Что происходило Вот токен вышел Народ начал его покупать Начал покупать И что потом произошло Вот эта свечка Это что такое Выглядит это все Как слив токенов Но цену довольно быстро Потом обратно откупили Потом он снова Ходил Ходил Гулял Потихонечку Рос 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 Потом хлоп Кто-то зафиксировал Прибыль Возможно Антоша И вот такими вот Движениями Вот тут вообще Произошел Тотальный слив Кто-то потом Это дело откупил И в итоге Токен Вот тут вот Находится Давайте еще раз Прочитаем Да вот Купить ССТ Мне тут фраза нравится Просто вот После этого графика Токен ССТ Токен ССТ Движущей силой Симбы Сторож Рост цены Токена Пропорционален Росту Международного Хранилища Еще раз Рост цены Токена Пропорционален Росту Международного Хранилища Та-дам Что-то Хранилище Кажется Не растет Кажется Хранилище Пробивает Очередное Дно И посмотрите Как редко Здесь происходит Торги Просто Одна-две Транзакции В день Просто Отчаянные люди С момента запуска цена токена уже выросла более чем на 2000%, и упала после этого на 3000%, судя по всему. Карты Simba, я уже про карты сказал, если кто в курсе, выпустили их, не выпустили, пишите в комментариях, может у вас больше информации по картам вообще. Ну и вот Trace Gold, о котором я говорил, то есть вы можете купить на данный момент 1 килограмм золота, и получите, собственно, NFT-шечку в подарок. 1 NFT, 1 килограмм золота. Равноценный обмен, как считаете? Ваш NFT может быть выведен на другой кошелек по желанию, и NFT может также быть продан на другом рынке. Скорее всего, на другом рынке будут пытаться продать эти NFT за 10% от цены, чтобы забрать хоть что-то. Вот так это обычно происходит. Trace позволяет покупать золото в некоторых самых безопасных странах. Кстати говоря, Trace, вот эти вот все Trace, вот эти вот, да, они все связаны с Simba Storage, это, грубо говоря, одна большая сцепка. И поэтому, если соскамится, то есть Storage, то, скорее всего, Trace и все тоже пойдут под ликвидацию, грубо говоря. Так что будьте осторожны, ребят. Ну и, собственно, переходим к моему самому интересному. Это пользовательское соглашение. Пользовательское соглашение я перевел на русский язык, так проще, так лучше, так удобнее. И мы просто почитаем русскую версию. Но если вы вдруг сомневаетесь в том, что что-то переведено не так, просто открываете английскую версию этого соглашения и сами ручками переводите все, что хотите. Я перевел себе для удобства документ на русский язык, и я буду читать документ на русском языке. Вот мы видим определение, то есть вот они Simba Storage, DMCC, Trace Group, Trace OTC, Trace DLC, DLT и так далее и тому подобное. То есть они все связаны. Я для себя немного выписал самый интересный момент, и сейчас мы их, в принципе, и почитаем. Первый момент. Компания оставляет за собой право вносить любые изменения в настоящие условия по своему усмотрению. Ваше дальнейшее использование веб-сайта после любых таких изменений с явным принятием новых условий или без них будет означать ваше согласие к таким изменениям. Если вы не согласны с изменениями, вы не имеете права получать информацию или доступ к веб-сайт. Вы несете ответственность за регулярную проверку настоящих условий в их текущей и действующей версии время от времени, актуальная версия которых может быть получена в любое время на сайте. То есть они будут менять условия здесь как хотят и когда захотят, и если вдруг вы вовремя это не заметите, вся эта компашка может соскамиться, и вам тыкнут в лицо вот так вот этим пользовательским соглашением, что вы не читали правила, у нас там были изменения, а вы ничего не в курсе и так далее. Все адекватные компании присылают на почту уведомления об изменении условий использования или так далее. То есть та же самая там компания Samsung постоянно присылает информацию, что у них изменились политика конфиденциальности, там еще что-то, да, и вы, ну, то есть должны нажать кнопку и принять эти изменения, то есть прочитать и так далее, что вам нужно. То есть YouTube-чик такой же вот штукой занимается. Многие компании, нормальные компании занимаются тем, что они предупреждают, что у них что-то изменилось. Это же сделано для того, чтобы легче было кинуть людей. Далее, шестая. Шестой пункт. Роль компании. Обратите внимание, что мы не даем никаких обещаний или гарантий относительно возможной прибыли или доходы наличными или в любой другой форме. Вы потенциально можете потерять весь свой вклад. Компания также никоим образом не гарантирует успех или полное выполнение своих проектов. То есть вам пишут, что сверхнадежное хранилище, вообще у нас никто никогда и ни за что и никуда. И тут вам пишут, что обратите внимание, что мы не даем никаких вам обещаний и гарантий, что вообще свое хотя бы забрать сможете. Ну, то есть я там на главной странице не вижу, что там есть какой-то заработок в этом хранилище, да? Но вас предупреждают, что вы можете потерять весь свой вклад. Супернадежное хранилище говорит, что вы можете потерять свой вклад. Такая бредятина вообще. Далее, вот момент, вот тут вот, запрещенные действия. Как вы имеете право использовать сайт и что вы не имеете право здесь делать? То есть получать доступ к веб-сайту или использовать любым способом, который может помешать, нарушить, негативно влиять или препятствовать какому-либо в полной мере пользоваться веб-сайтом. Включая, помимо прочего, клеветническое, преследующее, угрожающее, фанатичное, ненавистное, вульгарное, непристойное, порнографическое или иное оскорбительное поведение или содержание. И тут таких пунктов довольно много. По факту вам могут предъявить вообще за что угодно. И тут вот довольно много пунктов. И тут мы перетекаем плавно к десятому пункту, который непосредственно относится к восьмому пункту. Компания, ну и к другим пунктам, в принципе, тоже. Компания может заблокировать, прекратить или приостановить вашу способность использовать или получать доступ к веб-сайту полностью или частично, без предварительного уведомления и в любое время по собственному усмотрению компании, а также закрывать или прерывать работу веб-сайта. Компания оставляет за собой право прекратить ваше право на доступ и использование веб-сайта. То есть, если вы нарушаете условия и любые другие условия законной политики, упомянутые в настоящем документе. То есть, вам могут сказать, что вы там где-то нарушили условия и заблокировать весь ваш вклад. А вы свой паспорт там оставляли и так далее. И понимаете, в чем дело? То есть, вас могут заблокировать. И вы, по факту, никак не сможете достать свои деньги, даже зарегистрировав другую учетную запись. И даже если вы имеете симба у себя на счету в метамаске, это просто симба превращается в тыкву. Потому что, чтобы забрать деньги из хранилища, вам требуется пройти KYC-верификацию. Естественно, если вы пройдете KYC-верификацию на другой паспорт, то, скорее всего, вы ничего не сможете забрать, потому что вы ничего не вкладывали. Ну, либо это может сработать, не знаю, насколько у них это все дело продумано. Но суть вы поняли, да? Что вас могут просто ни за что, ни про что заблокировать и забрать ваши биткоины. И оставить вам никому нафиг не нужные симба токены. А, еще один момент. Веб-сайт и контент могут быть доступны не на всех территориях и юрисдикциях. И мы можем ограничить или запретить использование всего или части веб-сайта и контента на определенных территориях и юрисдикциях. То есть, они могут запретить использование сайта гражданам какой-либо страны, да? И снова же забрать их биткоины и заблокировать их, потому что они являются там, ну, под запретом. Еще один момент. Поскольку веб-сайт является веб-сайтом, он может быть временно отключен. Время от времени мы также обновляем или поддерживаем веб-сайт, в результате чего веб-сайт будет недоступен в течение определенного периода времени. Мы не гарантируем, что веб-сайт работает бесперебойно и безошибочно. Мы не несем ответственности за любой ущерб или убытки, понесенные вами из-за любого сбоя или прерывания работы веб-сайта или приостановки вашего доступа к веб-сайту. То есть, они могут сказать, что их взломали и все биткоины увели и, в общем, пока-пока. Вы прямо признаете и соглашаетесь с тем, что ваш доступ и использование сайт на свой страх и риск. Весь контент, доступный на веб-сайте, включая официальный документ компании, предоставляется только в информационных целях и никоим образом не должен быть договорным или обязывающим для компании. Оставлю вам это для размышлений. Компания не дает никаких гарантий в отношении веб-сайта, программного обеспечения контента, а также каких-либо услуг, информации, опубликованной или доступной на веб-сайте. Компания не гарантирует, что веб-сайт будет всегда доступен и прямо оставляет за собой возможность прекратить работу веб-сайта без предварительного уведомления. Я так понимаю, что навсегда. Вы соглашаетесь с тем, что весь риск, связанный с использованием вами веб-сайта, остается исключительно за вами. Компания несет ответственности за любой ущерб любого рода, включая потерю дохода или данных, понесенных посетителем, пользователем или любое другое лицо по акту компании или третьего лица. А теперь, наверное, после шут с капитал, самый любимый пункт компании, форс-мажор. Компания не может нести ответственность за любой ущерб, потерю, задержку или неудобство, вызванные обстоятельствами, находящимися вне нашего разумного контроля. Например, ситуации на рынке или еще что-то. Такое обстоятельство включает, но не ограничивается, войной, угрозой войны, беспорядками, гражданскими беспорядками и так далее и тому подобное. Например, затопило подземное хранилище в Швейцарии, лед сошел, оползень, война идет, которая никоим образом не затрагивает Швейцарию и так далее и тому подобное. Клиент не может быть гражданином всех перечисленных стран, из интересных здесь Крым, США, например, еще. И вот такой вот пункт. И другие страны под санкциями. То есть, по идее, тут многое настроено, вообще нацелено на граждан России, СНГ. И по факту Россия является страной под санкциями. Причем под огромным количеством санкций, в том числе и финансовых. Так что, по факту, граждане России также не имеют права пользоваться сайтом. И когда Антоше захочется, он просто перебанит всех российских пользователей и заберет все их биткоины. Такое просто может быть, потому что это прописано в договоре. И он скажет, что, ну вот, ребят, регулятор Швейцарии, к сожалению, обязал нас заблокировать всех пользователей, находящихся под санкциями. Как-то так. Компания не имеет никакого влияния на содержание сторонних веб-сайтов. То есть, все ссылки, которые ведут с Simba Storage на любые другие сайты, в том числе на Uniswap, на биржи, где продаются их токены и так далее. Все это, естественно, не под их ответственность. Компания оставляет за собой право изменять, приостанавливать, удалять, прекращать или отключать доступ к веб-сайту или его отдельным частям в любое время и без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах компания не несет ответственности за удаление или отключение доступа к любой части или функции веб-сайта. Например, к хранению биткоинов. Например, к хранению золота. Например, к обмену ваших NFT обратно на золото. К обмену Simba обратно на биткоины. И так далее, в том же роде. Вам все еще хочется инвестировать в Simba Storage? Тогда Антоша идет к вам. Все, вы это можете прочитать. То же самое, естественно, в оригинальном документе на английском языке. Делать это довольно легко. Находится документация вот здесь. Еще есть политика конфиденциальности, но ее я не буду разбирать. Можете разобрать сами. В некоторых пирамидосах находил я такое, что в этой политике они писали, что могут перепродавать любым компаниям ваши данные, которые вы оставляете и заполняете на сайтах. Вплоть до паспортных данных. Так что тоже можете почитать. Может найдете что-то интересное, но лично мне достаточно. Ну и еще один моментик такой. Вот у них имеется канал на YouTube. Они, вот я смотрю, уже привязывают REST Payments. Здесь нас интересует вот этот момент. Grizzly Finance. Запуск платформы Grizzly. Я так понимаю, что они тоже имеют какое-то непосредственное или косвенное отношение к Grizzly Finance. Я так зашел мельком посмотреть, что такое Grizzly Finance. Grizzly Finance это в простонародье называется фармилка. То есть там, где вы стейкаете децентрализованно какие-то свои монеты, токены. И много таких фармилок было и сейчас есть. Я перестал им более-менее интересоваться уже как, наверное, года полтора. Может быть даже больше. Но в какой-то момент своей жизни я, в принципе, активно пытался на них зарабатывать. То есть там, если грамотно все проанализировать и вовремя залететь, можно было что-то заработать. Но на дистанции это всегда потеря денег. Поэтому я, естественно, перестал этим заниматься. Так вот, вот она фармилка. Пожалуйста, вам дают какую-то ликвидность просто с какого-то, допустим, сайта. Здесь мы видим, что это PancakeSwap. То есть вы вкладываете по факту не сюда, а в PancakeSwap. Здесь Bswap. Видите значок, да? Здесь вы вкладываете в Bswap. Ну и тут еще расширение дополнительно. Но для чего делаются фармилки? Потому что на этих фармилках есть еще свой личный токен. Здесь это токен GHNY, который вы здесь должны купить и бросить в стейкинг. И зарабатывать дохренели он денег. Грубо говоря, если вы закинули в стейкинг, в самом начале, да? Какое-то определенное количество денег вы фармите под большой процент. И потом можете выгодно продать на фармленные монетки. То есть, ну, весь смысл был в этом. Может, кто помнит, там, пантеры всякие были. Да что, кстати, далеко ходить. Вот, пожалуйста, проект Bswap, который вырос в довольно большой проект. И можно было активно заработать. Давайте посмотрим, что за Grizzly Finance. Во-первых, смотрите график. Вот он, пожалуйста, вышел. Цена росла. Это прям неплохо. Так, смотрите, похвальненько. А потом произошел полный сброс ликвидности. То есть, это либо разработчики, либо участники. Обычно участники сливают. Ну, кстати говоря, 50 на 50 с разработчиками. Ну, очень часто и сами разработчики сливают. То есть, цена немного поднялась. Ликвидности накидали. Разработчики просто берут тонну монет. И просто сливают их по рынку. Забирают всю ликвидность. И уходят в закат. И тут мы видим примерно то же самое. И цена просто вот укатали пол в дно. И сейчас те, кто там что-то фармят. Фармят, естественно, в минус. Потому что цена будет продолжать только падать. Потому что такие фармилки, они не живут. Потому что в них нет ценности. Нет смысла никому покупать сейчас эти токены. Они никому не нужны. За что покупать? Ну, этот токен. Зачем? У него нет никакой ценности. За него нельзя купить хлеб. Еще что-то. То есть... Ну, вы понимаете, да? Вот этот фарминг, если иметь в виду, так он вообще находится на других площадках. Вы можете зайти на PancakeSwap или на Biswap. И абсолютно те же самые пары по те же самые проценты стейкать. И поэтому никто не будет откупать эти монеты. Они будут в цене только падать, 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 падать. И, в общем, пока этот проект не закроется. Вот. Также я решил его посмотреть через сайт RookDog. RookDog.io На этом сайте можно смотреть все такие фарминги. Просто в поисковике набираете название. И если фарминга более-менее какая-то известная или где-то она засветилась, то она там будет. И данный человек, он анализирует смарт-контракты этих фармингов. На предмет уязвимостей, на предмет кидалово разработчиками и так далее. То есть безопасно или небезопасно в них заходить. И тут мы видим, что высокий риск. Контракты лежат в основе обновляемого прокси-сервера, который в любой момент может быть обновлен до вредоносного кода. И текущая реализация на дату проверки 25 августа 2022 года. И вот мы видим, то есть, пожалуйста, этот самый смарт-контракт. Вы можете очень внимательно его изучить, если вы в этом разбираетесь. Полностью смарт-контракт. Кстати говоря, имея вот так смарт-контракт полностью в открытом доступе, вы просто можете скопировать данный проект один в один. Ну, смарт-контракт этого проекта, если оно вам надо. На самом деле, смарт-контрактов подобных проектов на гитхабе валяется миллиард и больше. Можно самому ничего на это на солиде не писать. Можно просто взять спокойненько смарт-контракты и запустить. Ну, в общем, этим занимаются уже миллионы лет. Так что вы можете здесь посмотреть, почитать. Но конкретно от RookDog высокий риск, собственно, вот и все. В общем, у Антоши Катина есть еще другой проект. У него их много и постоянно, знаете, раз в пару месяцев можно снимать про него отдельный ролик, про какие-то новые его проекты. Например, такой проект, как Foster. И еще там куча различных проектов. Но скам за Антоши тянется, вот он непосредственно еще там с десятых годов. И поэтому нельзя доверять этому человеку ни в коем случае свои деньги. Вообще ни в коем случае. Если вы куда-то что-то вкладывали, срочно забирайте и уходите. С этим человеком вы не заработаете, вы потеряете. Это мошенник, который всегда будет мошенником. Единицы есть мошенников, которые заработали, грубо говоря, на каком-то скаме, раскрутились, вложили деньги в нормальный проект и перестали, то есть, дальше кидать людей. Таких людей буквально пару процентов, да, из сотни. И это не про Антона Катина и не про всю его компашку. Это грязные мошенники, которые должны ответить за свои действия. Берегите свои деньги. На сегодня все. Всем счастливо. Всем пока.